я уже в эфире коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю друзья что полным ходом идет набор на vp деньги волшебный пендель деньги и в моей картине мира вы все вам всем надлежит этот курс приобрести ссылка находится прямо у вас перед глазами вы можете сделать это либо прямо сейчас либо после этого эфира потому что через две недели мы с вами уйдем уйдем туда уйдем в автономное в подводное плавание год денег переместиться на vp и соответственно я вас жду там так коллеги если вы меня видите если у меня слышите если вы меня смотрите в прямом эфире то напишите в чате что вы меня видите и слышите так погнали да подключается народ пока потихоньку значит смотрите ребят интересно я заметил определенную динамику она в общем-то при предвиделась и я так и предполагал что это произойдет ребят это очень странно вот ксения спрашивает а что такое vp это очень странный вопрос это пипец какой странный вопрос особенно от человека который проходит год денег точно здесь и вы вообще точно с нами или как или не с нами про волшебный пендель я рассказываю на каждом занятии и на прошлом занятии на позапрошлом занятии а самое главное что ссылка на vp находится прямо у вас перед глазами вы меня озадачиваете честно говоря когда я такие вопросы получаю не то что я удивляюсь не тому что вы денег не можете заработать а я удивляюсь тому что вы еду мимо рта не про ну не проносите не надо так не делайте так я все-таки исхожу из того что вы сообразительные внимательные а если это не так то что вы здесь делаете да так вот смотрите вот пока мы с вами занимались первые четыре месяца до мы с вами занимались что называется перенастройкой мышления так скажу и делать это на самом деле легко и приятно да то есть мы с вами делали какие-то простые действия до делали какие-то несложные упражнения так никита злотников а что такое vp я понимаю что вы сейчас шутите да что это юмор такой да но давайте я по номиналу ваш этот комментарий приму и если вы настолько глупы чтобы задавать такие вопросы то вам здесь определенно никита не место я вас удаляю все ваши комментарии и баню вас ребятушки кто еще хочет спросить меня что такое vp вот давайте пока я сейчас с этим самым с баннхаммером сижу хочет еще кто-нибудь спросить меня что такое vp давайте задайте мне вопрос дорогие мои детишечки кто еще хочет меня спросить что такое vp нет никто не хочет окей продолжаем так вот пока мы занимаемся что называется вот этими мягкими поглаживаниями до меняем наше мышление перенастраиваемся и так далее так далее это все легко и просто но а вот крис гроу хочет бана давайте давайте мне не трудно это же совсем не трудно это же банится одной кнопкой хоп 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 занести в черный список еще кто хочет давайте подходите поближе бандерилоги кто еще хочет меня спросить мне совершенно не трудно да так вот и потом мы с вами начинаем переходить да я исхожу из того что там какое-то действие мы с вами сделали до какую-то перенастройку мы с вами уже произвели произвели но после этого мы с вами так или иначе должны перейти к действиям потому что одна одни только аффирмации визуализации так далее так далее да они не работают без действий вот поэтому мы с вами начали потихонечку переходить к действиям да и очень многие обнаружили что даже простые какие-то минимальные совершенно действия да как например написать пост закреп они внезапно начинают приносить результаты да и у них понятно что у кого-то это результаты ну типа там два человека пришли записались на бесплатную консультацию до у кого-то там книжку купили понятно что это небольшие для начала результаты но постепенно эти результаты будут становиться все больше и больше все интереснее потому что и действия то будут переходить действия будут становиться все более и более масштабными все более и более действенны и в то же время я понимаю что огромное количество людей вот начиная с этого момента начнут отмораживаться потому что вот уже кто-то мне пишет да типа вот у меня типа не резонирует да это домашнее задание ну понятное дело да конечно же лучше и проще сидеть подтверждение собирать что вы притягиваете деньги это тоже полезно а когда нужно написать там письмо в рассылку до или пост в блог или пост закреп до написать понятно что это уже совсем что-то такое что-то другое да это уже надо привлечь к себе внимание да это уже не комфортно ну не только из комфортных действий зарабатывание денег состоит в том числе и из некомфортных действий и в том числе некомфортные действия мы тоже с вами будем делать я понимаю что какое-то количество из вас в этот момент а ну все понятно все с тобой понятно мы-то думали что ты нас тут бесплатно будешь учить медитировать и к нам деньги будут приходить а тут оказывается надо что-то письма какие-то писать блок вести пост закреп консультации проводить и все все ясно с тобой вода опять сплошная вода и надувательство ну ребят это так работает окей идем дальше сегодня мы с вами поговорим от да и я в общем не против того что какое-то количество из вас отморозится и отвалится я это изначально говорил об этом о том что будет большой отсек до вначале все-таки там несколько тысяч человек да 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 мы все сейчас вот мы мы хотим да мы очень хотим тема денег болит на вот а как только до дела оказывается нет не настолько уж и болит не настолько болит чтобы что-то делать ну отлично я и исхожу из того что не все из вас станут богатыми в результате этого тренинга это было бы странно а вот если вы даже там блин 10 тысяч не 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 в состоянии наскрести через пять месяцев тренинга для того чтобы оплатить вп так значит вам наверное дальше не надо потому что то что я дальше вам буду рассказывать вы этого просто не поймете вот чуть позже я объясню вам минут минут через пять я объясню вам что я сейчас сделал почему я это сделал и как это называется и как именно вы должны это делать окей хорошо сегодня мы будем с вами говорить о действиях да то есть мы с вами говорили о каналах до точках касания местах где мы с вами соприкасаемся с клиентами и через какие вот эти каналы мы клиентам продаем да то есть не обязательно точка касания является и точкой продажи но точка продажи обязательно является точкой касания сегодня мы с вами поговорим о действиях о том собственно что нам надо в этих точках касания 10 делать и здесь этот это все не не самые простые темы почему потому что с разными аудиториями нужно делать разными разные действия более того даже с одной той же аудитории надо делать разные действия в разное время и для того чтобы вообще понять как бы что что и как делать нужно для начала определить а собственно а что мы хотим получить out от аудитории я задавал вам в прошлый раз этот вопрос давайте я сегодня еще раз вам его задам напишите в чате что вы хотите чтобы сделала ваша аудитория для вас вот когда вы с ней взаимодействуете через описанные в прошлый раз точки касания так наскрести то одно как в россию перевести ребят совершенно не проблема да то есть найти в россии какого-то человека который для вас переведет девять с половиной тысяч рублей по указанному адресу я думаю что это совершенно не проблема а если у вас в россии нет человека который в состоянии за вас заплатить девять с половиной рублей перевести до в долг занять то я думаю что вы не тот человек которого я хочу видеть на этом тренинге все очень просто так купили мой продукт приходили играть нельзя так еще вот в настоящий момент мне от вас от всех нужно одно действие простое чтобы вы оплатили в.п. все а в моей картине мира все вы должны оплатить в.п. будет ли это ну конечно этого не будет до оплатит там конверсия будет ну не знать 10 процентов 20 процентов меня она вполне устроит они будут получать результаты остальные так и будут сидеть сидеть на заборе окей чтобы задумывались что происходит в жизни видела аналогии с историями приходила на консультации есть еще раз я вычленяю действие до приходить на консультацию обратились ко мне как эксперту купили мозаики заказали мозаики приходили на мои услуги покупали мой продукт приходили на платные консультации так вот светлана пишет в первые дни оплатил и очень этому рада да отлично и уже там на настоящий момент около 100 человек оплатили то есть это не так мало то есть меня сточет те люди которые пришли до около 100 человек меня это количество вполне устроит если бы 10 оплатили меня бы это тоже устроил на самом деле если будет 300 будет хорошо если останется стоп тоже вполне вполне нормально как я говорил уже у меня это сумма за vp да она у я ее даже в финплане не учитывает жене на булавке так понятно да вот в большинство из вас пишет действие это та или иная покупка теперь давайте мы попробуем разбить это на да то есть не не сразу же очень очень редко такое бывает действительно есть продукты которые люди покупают с первого касания увидели и сразу же купили по статистике на самом деле это происходит крайне редко да и только в том случае когда ну у человека там нет вопроса по цене например этот продукт нужен там прямо сейчас да например ты идешь замерз видишь продают горячий кофе например да и ты не ходишь по рынку не спрашиваешь а где тут кофе подешевле или получше да то есть ты берешь то что есть и пытаюсь ты сразу же конвертишься вот чуть более сложный продукт сразу же начинаешь возникает выбор и так что нам нужно от аудитории первое нам нужно чтобы аудитория нас начала узнавать то есть чтобы аудитория нас отличала от других людей чтобы она понимала а вот это молчанов вот это не молчанов да и соответственно до понимала вот здесь то-то то-то а вот здесь что-то другое да то есть отличать человека и иметь некий эмоциональный опыт связанный с тем или иным брендом да то есть с вами люди должны вас не только узнавать но и некий эмоциональный опыт в соприкосновении с вами переживать дальше вторая и очень важная вещь люди должны вас не только узнавать но они должны еще считать вас авторитета в данной конкретной области да то что вы продаете потому что если люди вас узнают но авторитетом для них вы не являетесь вы никогда им ничего не продадите есть такие люди которые в том числе и в моей нише до в обучении сценарий мастерству которых которые например которых например знают люди но авторитетом они не являются для кого и поэтому они не продать ничего не могут дальше следующий 3 вот только третье действие которые люди должны делать это покупать конвертится должна происходить конверсия потом вторая вещь и обычно на этом люди успокаиваются купили и все более того есть люди которые продают различные услуги да и товары в том числе с товарами проще а с услугами это вообще для меня очень странно когда люди считают что после покупки их задача выполнена а это совершенно не так да то есть ну купил человек продукт все деньги заплатил а вот и соответственно ну все он зачем больше нужен да ну продуктом какой-то он потребляет но все сразу же меняется как только вы начинаете для себя понимать что у вас может быть и после этого какая-то цель связанная с этим человеком а какая может быть цель скажите мне ваша версия вот после того как человек у вас купил что какое действие вы от него можете ожидать хотите вернее можете хотеть давайте так так предложили бы конкретное партнерство ну то же самое ребят купили бы какой-то ваш продукт вот купили они дальше следующий что еще мы хотим от этих людей отлично прям сразу же в точку чтобы рассказал обо мне другим чтобы другим порекомендовал да и долгосрочное сотрудничество подписка до продажи рекомендация да то есть нам нужно две вещи после того как клиент купил нам нужно чтобы он во первых купил еще раз а в идеале оформил какую-то подписку да то есть начал платить постоянно за что-то то есть постоянная подписка есть только одна вещь которая лучше покупки это постоянная подписка вот если есть такая так вот такой продукт такая услуга то это вообще идеальная ситуация ну и соответственно дальше ваша задача удерживать этого клиента что тоже в общем не простая нетривиальная задача но естественно чтобы клиент рекламировал вас своим друзьям своим коллегам почему потому что в этом случае рекомендация гораздо более весомо нежели ваша реклама то есть человек видит человек продает продукт какой-то рекламирует себя доверие естественно когда человек сам рекламирует свои услуги доверие к нему нет не столь высоко а если кто-то другой рекламирует услуги этого человека то доверие сразу же вырастает в свое время я читал интервью гибро помните был такой телеведущий дмитрий дебров но он сейчас есть но тогда он делал программу антропология которую я очень любил в свое время и а он кстати и перезапустил сейчас в ночном эфире но мне честно говоря как-то сейчас сейчас не очень зашло один выпуск я посмотрел но неважно суть в том что он рассказывает историю что к нему подошли какие-то музыканты он музыка он рокер сам и он любит очень рок-музыку и вот он приводил всяких разных музыкантов к себе студию и вот к нему подошли какие-то ребята и сказали вот дмитрий там мы вам диск свой хотим показать и он им сказал такую вещь которую на самом деле можно воспринять как хамство до хамство и звездизм такой но на самом деле она очень мудрая он сказал им как вы думаете что он им сказал что сказал дебров музыкантам которые принесли ему диск со своей музыкой догадайтесь даст дебром время ушло все изменились а он нет как вы думаете что дебров сказал музыкантам я тем не менее при всем том я к нему с огромным уважением отношусь он мега профессиональный чувак и антропологии много много чем я обязан этой телепрограмме отлично елена прекрасно елена заднепровская кто вас рекомендует шикарно вот данила да данила правильный ответ дает в точности правильный ответ данила воробьев пусть этот диск передаст мне кто-то еще мало тоже дает правильный ответ если кто-то другой даст мне ваш диск я его послушаю понимаете это очень мудрая вещь да то есть это прям это буддийский коэн да то есть это когда человек сам себя рекламирует это одна история другое дело когда кто-то другой приносит и говорит вот эта хорошая музыка мне понравилось и неважно кто дворник подошел к деброву и сказал слушай ты вроде музыкой занимаешься вот у меня тут диск какой-то я послушал мне нравится возьми тоже послушай да то есть понятно что музыканту его музыка конечно же нравится он считает ее цены а вот когда хотя бы один слушатель сказал что это хорошая музыка и я ее могу рекомендовать то естественно ценность этой музыки сразу же возрастает и неважно насколько велика экспертиза вот тоже самое касается продажи наших с вами услуг да одно дело если я говорю ребята я у меня такая офигенная мастерская что правда кстати у нас у меня действительно офигенная мастерская другой такой мастерской нет да и тренинги у меня меняют судьбу человека и так далее и так далее да но когда я это говорю я заинтересован в результате я заинтересован в том чтобы вы мне поверили а вот когда кто-то другой приходит к вам и говорит слушай блин молчанова реально офигенная мастерская а вот и наша мастерскую покупают действительно много и хорошо покупают почему потому что многие люди ходят и меня река рекомендуют а вот и соответственно с вами должно происходить то же самое вот а теперь мне нравится с вами играть в такую угадайку вот смотрите мы с вами сделали обозначили действие до узнавать считать авторитетом покупать повторно покупать рекламировать друзьям да вот действия которые человек должен делать но есть еще одна важная вещь одно важное действие или точнее не действие которое мы должны добиваться от нашей аудитории и вот это очень часто люди не видят не понимают и не знают этого а именно нужно таким образом свою рекламу настроить чтобы ваша не целевая аудитория вас не замечал то есть смотрите вот я занимаюсь сценарным мастерством да то есть и у меня есть определенная целевая аудитория с которой я работаю и моя задача сделать так чтобы моя не целевая не только чтобы моя целевая аудитория меня видела но и чтобы моя не целевая аудитория чтобы она меня не видела если вы находитесь здесь на этом вебинаре и если вы думаете про себя блин о чем он говорит вообще я же не сценарист я же не писатель я не собираюсь не писать не сценарий ничего да мы тут вообще деньгами занимаются я психолог или маркетолог или еще кто-то на самом деле это не так да то есть если вы находитесь здесь это значит что вас притянуло что-то вас есть что-то какая-то часть вас есть которая хочет писать сценарий а вот не знаю это не значит что все вы придете ко мне писать сценарий но мне очень интересно важно и цена та часть моей аудитории которая до соприкосновения со мной не хотела и не знала что она хочет писать сценарий хочет писать книги вот и соответственно я делаю какие-то продукты бесплатные в том числе в которых как в которых мы не занимаемся написанием книг написанием сценарий но я притягиваю людей которых интересуется ритм и потом постепенно эти люди дальше идут и приходят в мастерскую их немного так у меня в мастерской вообще мне много ты не надо вот соответственно задача делать так то есть не только привлекать свою аудиторию но и максимально отталкивать тех людей которые вам не нужны насколько понятна эта мысль до что мы должны не только звучать на определенной частоте чтобы люди которые с нами сонастроены да они нас слышали чувствовали наши сигналы и прибыли к нам притягивались но и важно чтобы все остальные люди нас не видели и не замечали не всегда у меня это получается иногда я попадаю на нецелевую аудиторию да естественно залетают какие-то люди странные а вот и мне приходится этих людей отталкивать и вот то что я в начале сегодняшнего урока проделал дашь что это такое это я максимально оттолкнул нецелевую аудиторию то есть я не только забанил там какое-то количество людей которые непонятно что здесь сделали до залетели сюда а вот но я и показал еще какому-то количеству людей которые тоже возможно здесь лучше слушать да что им здесь не надо находиться они посмотрели подумают придурок какой-то блин и закрыли и ушли а те люди что мне нужны они сказали ну понятно блин дядя саша чудит ладно потерпим и остались вот насколько это понятно я тут так как муж у вас учится в мастерской это нормальная совершенно история да и у меня были истории когда актер играл роль в моем сериале не буду говорить кто неважно а его жена потом пришла ко мне учиться и прошла все курсы в мастерской такая тоже такая тоже была история так вот светлана пишет очень классно меня не мои люди не видят поэтому всякого хасла на моей странице нет да то есть понятно что у меня довольно большой трафик и залетает довольно большое количество левых людей соответственно мне этих левых людей надо отфильтровать надо оттолкнуть как же идея про то что если нет хейта значит эксперт недостаточно проявлен хорошее замечание я считаю так что в принципе да для чего это делается про что эта фраза до что если нет хейта эксперт недостаточно проявлено на про то что эксперт должен не бояться хейта да и что вот на начальном этапе работы да допустим когда человек боится продавать да человек например боится возвратов и задача сразу же задачу сразу же надо ставить таким образом так чувак сделай так чтобы у тебя было минимум там два возврата на курсе да и человек во первых он рассчитывает на эти деньги да то есть рассчитывает на то что там допустим ага мне надо 40 мест значит я продаю 42 места и рассчитываю на два возврата и я на начальном этапе развития мастерской я так и планировал да то есть я сразу же закладывал два возврата на курс и я был готов делать эти возвраты сейчас у нас возвратов практически нет то есть по понятным причинам какое-то количество было несколько возвратов в прошлом феврале да но в целом возвратов нет ну или там бывает там раз в год бывает что кто-то там заболел на операцию ложится да типа вот давайте мы там на следующий курс перенесем или еще что-нибудь да но я обычно возврат делаю в таком таком случае ничего не переношу захотите перенести сами купите другой курс вот но в дальнейшем да на начальном этапе конечно должен быть и хей ты должна должна быть и это самое да то есть хейт это что это вы тестируете границы своей аудитории но после того как вы их нашли эти границы протестировали нащупали да дальше вы действуете в пределах своей аудитории если вы работаете там 78 лет своей нише и у вас до сих пор есть хейт и у вас до сих пор есть там возвраты например да или растет число хейта растет число возврата это значит что вы делаете что-то не то у меня был огромный хейт на начальном этапе запуска мастерской вы не предстоит это был даже не хоть это была просто травля просто не с говном сжирали мои коллеги сценаристы да когда я запустил мастерскую все-таки а кто ему разрешил зап как он смеет да мы же не давали ему разрешение мы не собрались метры не обсудили и не разрешили ему основывать свою мастерскую да на начальном этапе такое было сейчас там 8 лет спустя такого практически нет вот поэтому да на начальном этапе должен быть быть хейт потом дальше от это самое от отфильтровываем на входе да вот алена пишет мне маша кочакова рекомендовала полностью того стоило тоже такое да то есть когда вы понимаете да что там мы с машей дружим хрен знает сколько 10 лет да и когда там человек который хорошо меня знает рекомендует меня дату это люди воспринимают совершенно по-другому так вот шикарно ни разу никого не забанила в группе приманиваю только лояльную и позитивную аудиторию хейта не боюсь да то есть если есть опять же если есть правильно настроенные сигналы то к вам приходит именно именно своя аудитория но опять же на начальном этапе конечно не надо бояться хейта и надо а для того чтобы не бояться нужно через его пройти но об этом мы с вами в следующем на следующем занятии поговорим я буду как раз рассказывать о провокативной рекламе тоже отдельная большая тема там и техника безопасности и так далее так вот важно да еще раз я низко не скажу что я прям вообще мастер и гуру в этом да в превращении в невидимку для своей не целевой аудитории да просто потому что у меня огромное количество действий и все равно так или иначе задевает зацепляет да я большим таким мелким ситом аудитории просеиваю естественно не целевая аудитория тоже залетает а вот но и и приходится отсортировать на там иногда уже прямо на подступах мастерской например кто-то начинает идиотские какие-то вопросы мне задавать в личку да по поводу курсов и приходится человека здесь на этой стадии отсортировать то есть например там вот буквально пару дней назад там человек мне начал задавать вопросы я ему прямо написал что вы знаете я по вашим вопросам я вижу что вы не готовы для того чтобы идти учиться в мастерской поэтому не надо вам к нам идти учиться идите погуляйте идите куда-нибудь в какую другую мастерскую да то есть опять же я не кокетничал с ним да не вызывал интерес чтобы он ко мне пришел а я вижу что это не мой человек да мне надо его максимально оттолкнуть мне не надо чтобы он был в мастерской потому что один плохой студент может испортить целый курс его придется там потом выгонять где-нибудь там середины курса такое тоже бывало но естественно да это некачественная фильтрация и так вот цель нашего действия соответственно мы делаем действие да то есть мы рекламируем себя до дело повышаем нашу узнаваемость дальше повышаем наш авторитет и наконец мы продаем конвертируем дальше закладываем какие-то действия которые создают нам повторные продажи да и которые создают нам наше продвижение ну действия вы там все видели да то есть для того чтобы попасть на любой наш бесплатный тренинг в том числе и это да нужно сделать действие нужно сделать репост нужно написать пост о том что вы идете на этот курс я те репосты все время прошу 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 да это вот расширение расширения нашей нашей аудитории мастерской привлечения других людей и есть одна интересная штучка что может быть действие я называю это действие катализатор что такое катализатор да это некое вещество которое непосредственно в химической реакции не участвует но именно в наличии при наличии этого вещества химическая реакция усиливается да то есть она самим присутствием увеличивает мощность реакции и могут быть действия которые непосредственно не рекламируют вас и не не конвертируют да то есть ним не производят процесс продажи но само наличие этого действия она очень сильно влияет на вашу аудиторию например ну вот в нашей там в наших творческих делах да у меня я один там из немногих из трех российских драматургов кого очень активно ставят в европе и у меня один только случай такой был я его почему запомнил потому что он довольно редкий такой когда у меня была очередная постановка в бане в германии а вот и я написал об этом что вот в бане в таком-то театре вот у меня премьера там так далее так далее да и девушка которая живет в германии недалеко от бонна села на поезд на электричку приехала в бонс ходила на спектакль посмотрела спектакль он ей понравился и она тут же вернувшись домой оплатила мастерскую вот один такой случай но я понимаю что само наличие европейских постановок да хотя никто и ну большая часть участников мастерской я уверен моих европейских постановок не видела да но сам факт того что они у меня есть он очень повышает повышает конверсию что называется то есть люди охотнее пойдут учиться в мастерскую драматургу у которого есть европейские постановки то же самое касается там всех моих сценариев да то есть для людей я понимаю что там то что я написал огромное количество текстов которые были сняты там и анимационные фильмы сериалы да то есть куча куча там много лет я работал до никто из моих учеников с никакой из моих сериалов не смотрел я в этом не сомневаюсь может кто-то там залетел посмотрел там какую какую-нибудь серию одну вот но в большинстве своем я думаю что нет никто не смотрел но тем не менее я понимаю что для них это важно что я практика не вот такой теоретик который лежа на диване досмотрит кино и там делает какие-то выводы из этого а вот то есть понимаете так что могут быть действия которые не ведут непосредственной конверсии но при этом являются катализатором этой самой конверсии при этом это эти действия они действительно ну требует больших усилий да например для того чтобы у меня были европейские постановки это там годы общений с агентами это сложные там даже вот просто деньги там евро перевести из европы к нам это там отдельный счет надо заводить да то есть это там дикий дикий геморрой вот и естественно я много раз ездил в европу да то есть участвовал в работе лаборатории разных да у меня там куча знакомых да то есть я этим занимался целенаправленно несколько лет и соответственно да там за все это время я там заработал ну там несколько тысяч евро да вот непосредственно на этих пьесах несколько десятков тысяч евро так скажем то есть ну деньги небольшие скорее даже символически но само наличие это очень высоко повышает статус насколько это понятно мысль по поводу катализатор так алена звонцова была рекомендатор малену очень люблю она была у меня в эфире мы с ней делали интервью так по рекомендации то не мужицкой понимаете да что другой когда другой человек рекламирует это естественно сразу очень сильно повышает статус так катализатор насколько понятно если что-то непонятно то задайте вопросы окей хорошо теперь идем дальше теперь собственно мы пройдем по действиям да и соответственно вот действие катализатор до научная степень может быть такой катализатор таким катализатором например вот довлатов константин довлатов мы дружили с ним в свое время это же я делал с ним интервью и он умер к сожалению несколько лет назад и у него была научная степень он был у него был он был кандидат наук по психологии я помню что когда я только только про него услышал для меня это очень сильное впечатление произвело до что не просто чувак какой-то да а вот у него там есть степень я какое-то время прямо даже начал двигаться в этом в этом направлении да то есть я там год занимался прям двигался серьезных написаний кто же по психологии диссертации но потом понял что академическая наука то есть я увидел этот научный мир академически я это все делал по чесноку не 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 как-то там через наемных сотрудников да я посмотрел и понял что я точно не хочу идти в научный мир вот и прям остановился в какой-то момент так отталкивать дальше до отталкивание целевой аудитории и еще одна неочевидная мысль что нужно отталкивать людей которые у вас не покупают но рекламируют у меня тоже есть такая категория людей которые там много лет ходят по моим бесплатным тренингам даже некоторые из них почему-то считают меня своим учителем что не так да и рассказ да и все время там пишут а вот олега рекомендую александр такой тренинг александр секвой тренинг но дело в том что во первых такие люди но они не как они вот как как они думают что они учатся на самом деле они ничего не учатся да то есть они как остались на вот той там семь лет назад стадия не так на этой стадии находится да то есть сценарий пишут но почему-то эти сценарий никто не снимает книгу пишут почему-то эти книги никто не печатает и дальше да как бы дальше не пошли да и соответственно и те люди которых и они думают про себя но я же его рекламирую себя в соцсетях да ну если человек халявщик дата он как бы и других привлекает только халявщиков то есть таких конечно надо пристреливать них честно говоря жалко я их там периодически баню потому что ну как бы когда там несколько лет человек ходит уже как бы ваши кудри примелькались и вас уже скоро начинают бить да то есть уже начинаешь видеть таких людей вот я их я их баню тоже периодически да потому что если ты там семь лет ходишь и до сих пор даже там за 10000 не купил никакой курс ну как бы зачем ты мне здесь нужен а вот не то чтобы как бы не монетизируется человек а я понимаю что человек не делает следующий шаг и сделает никогда да то есть потому что вот заплатил ты уже какой-то мост уже сжег да то есть ты уже идешь дальше ты уже там готов идти в мастерскую а вот а если ты не готов ну как бы ты сиди дальше на заборе окей хорошо идем дальше это тоже способ то есть нужно отталкивать не только не целевую аудиторию но и нужно отталкивать обязательно людей которые у вас ничего не покупают а только а вас еще при этом рекламируют потому что у таких людей в аудитории в основном такие же халявщики то есть если вы не покупаете то и у вас тоже не покупают вот и соответственно да и эти люди тоже удивляются такие почему мне ничего не покупают и потому что ты халявщик потому что сам ничего не покупаешь окей теперь дальше мы пройдем по действиям я сейчас довольно быстро буду делать обзор действий не буду слишком глубоко углубляться потому что ну по большому счету вот каждый я 29 вам действий сейчас дам каждое из этих действий достойно отдельного тренинга там недельного вот естественно у нас с вами времени на это нет но мне важно вам чтобы ну в некое представление имели о том что вообще какой набор действий делать это не все действия которые можно делать их гораздо больше их несколько сотен но я считаю что если вы вот эти там вот основные 29 действий делаете то в принципе у вас более-менее все в порядке более того на начальном этапе на самом начальном этапе если вы только-только входите в мир монетизации что называется своей деятельности вам достаточно одного какого-то действия прям реально вот одного действия и на нем сосредоточиться и делает только одно действие можно добиться там условно говоря первый миллион рублей можно заработать делает только одно действие то есть у меня когда я запускал мастерскую у меня была одна точка касания это фейсбук я делал только одно действие storytelling я рассказывал историю о том как я запускаю сценарную мастерскую и этого было достаточно ок идем дальше до человека может все ваши книжки купил и ходит по бесплатно вебинара может быть ну я не не говорю что мои книжки плохи на самом деле естественно есть люди которые у меня с бесплатных вебинаров там и книги пишут и сценарий и так далее так далее естественно я то что я делаю бесплатно она тоже как вы как вы заметили достаточно качественно но просто а можете себе представить какие результаты были были бы у человека если бы он в мастерскую получит поступил и получал бы от меня обратную связь да там люди вообще вертикально взлетают то есть я смотрю вот сейчас у нас сериальный курс заканчивается я смотрю то что люди писали там два с половиной месяца назад и то что они пишут сейчас это небо и земля просто ну очень очень быстрый прогресс невероятный вот почему потому что обратная связь окей идем дальше итак первое это не твокинг что такое не твокинг это когда мы знакомимся с людьми и каким-то образом с ними непосредственно взаимодействуем я не буду слишком глубоко углубляться почему потому что я хочу по а не твокинге сделать отдельное занятие уже после вп скорее всего там ближе ближе к лету мы сделаем потому что тоже очень интересная тема и там очень много ошибок в этом не твокинге делает почему потому что есть некое такое представление о том что не тратим должен быть бесконечным да то есть все время должны с людьми должны знакомиться я поскольку я такой и я не просто интроверт я в аутичном спектре да то есть я аутист и соответственно мне с людьми общаться очень тяжело и мне вполне комфортно просто вот одному сидеть я могу несколько дней сидеть один и мне будет прям нормально вот людей я устаю но тем не менее я прокачивая вот этот навык не твокинга я у себя много лет прокачивал и сейчас у меня нет никаких проблем с тем что у меня долгое время у меня проблема была в магазине с продавцом заговорить вот и сейчас еще иногда появляются такие рецидивы да но сейчас у меня нет проблем вообще с любым человеком на любую тему заговорить однако да я этим занимался систем я у меня была такая черная записная книжечка да до того как мобильный телефон появился я там собирал все контакты и я помню один журналист с которым мы работали он говорит слушает меня он я это за собой не замечал как я у тебя как заметил такую штуку что как только нужен кто-то вот кто угодно гинеколог стоматолог там специалист сантехник там еще что-то вот любой человек эксперт по мостам да реально у меня был телефон человека главного эксперта по мостам в россии главного эксперта по портам в россии у меня был телефон вот и говорит молчанов достает свою черную книжечку ищет достает телефон и дает телефон там человека который этим занимается вот это такая целенаправленное прокачивание нетвокинга вот сейчас понятно все там несколько тысяч контактов у меня в телефоне но нетвокинг это не сама цель это не снял не имеет самоценность я очень не люблю у меня есть даже два знакомых таких есть которые видимо там будут начитались каких-то вот этих книг западных по нетвокингу и прям хвастаются об этом пишут что вот типа я очень люблю знакомить людей а самое интересное что и тот и другой меня пытались знакомить с какими-то девушками и парнями которые интересуются кино то есть буквально это выглядело так тип мне чувак пишет типа саша вот ты знаешь ты вроде интересуешься кино типа вот у меня есть там девочка таня который тоже интересуется кино мне кажется что вам было бы полезно пообщаться познакомиться блин с какого перепугу я должен обтратить свое время общаться с какой-то девочкой таней которая тоже интересуется кино ну как бы конкретный запрос скажи тогда мы пообщаемся вот и я был вынужден этих этих всех девочек таня просто очень жестко посылать потому что ну как бы нетвокинг ради нетвокинга ничего не приносит да то есть если например там девочка таня хочет прийти ко мне на подкаст и со мной мне что-то рассказать да это интересная тема да давайте обсудим если вам вам есть что сказать да давайте там мы пообщаемся а просто так пообщаться ради пообщаться но какой смысл нет задачи просто увеличивать свое общение это это очень важная мысль она для людей не очевидные люди очень часто там часы тратят просто на общение которое не ведет ни к каким результатам естественно смотрите не должно быть так что мы каждого человека рассматриваем только там как объект какой-то это тоже очень неприятно да когда ты там с человеком начинаешь общаться да и через минуту ты как бы если я я если я понимаю что я тебе продам что-то да мне с тобой интересно общаться а если нет то все пошел нафиг мне с тобой общаться не интересно да все таки должна быть какая-то целью общения то есть если мы общаемся да значит у нас должен быть какой-то общий интерес а если этого интереса нет то зачем зачем тратить на него время дальше следующее это видение блога и видение блога это не про я здесь имеется ввиду не просто написание экспертных статей у себя в блоге да а именно введение блога до блога в котором вы системно до рассказывайте некий сериал про себя до в котором вы помимо экспертных ваших статей до которые привлекают вашу аудиторию вы рассказывайте какую-то историю про себя да и поэтому соответственно в блоге обязательно тоже эксперты очень часто этим грешат я тоже честно говоря этим тоже грешу да но я был проект вспоминаю периодически да и начинаю там как-то это все перенастраивать конечно эксперту проще писать экспертный контент да и сложнее очень часто есть эксперты у которых вообще жизнь ну как бы в жизни мало чего интересного происходит и очень сложно что-то выдавить из себя про жизнь но тем не менее опять же это навык он тренируется и нужно себя себе как ставить задачу там скажем треть материалов своих это должен быть именно блог какая-то история про история про вас дальше следующие это комментарии в специализированной прессе тоже я очень советую это делать на начальном этапе я одно время прям очень этим много и целенаправленно занимался и я я комментировал вообще все что можно вышел кинотавр оскар там еще что-то вышел новый фильм я тут же там давал комментарии на на все откликался на вот потом естественно опять же на начальном этапе да это ценно в дальнейшем ну как бы когда вы уже там понимаете сформирована аудитория сформировано представление о вас у вашей аудитории и это уже становится лишним да то есть есть такие такие эксперты которые условный вастерман да к которому опять же там с большим уважением отношусь да но тем не менее который там комментирует на любые 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 темы когда к нему обращать и соответственно ценность таких комментариев чем больше их становится тем становится ниже и сейчас у меня есть сервис я забыл как называется который на котором собираются эти контакты экспертов вот у меня там тоже есть аккаунт я искал что-то как велера искал телефон зашел туда и думаю а ну-ка а про меня тут чё пишут естественно там моя страница тоже есть естественно там стоит мой мобильный телефон и большими буквами написаны никогда не берет трубку это действительно так то есть если вдруг я вдруг случайно например жду курьера и незнакомый номер я беру и мне там говорят что-нибудь здрасте бы я радио там какая-то эхо россии там что-нибудь какой-нибудь можно вам попросить прокомментировать что фильм какой-нибудь чебурашка собрал пять миллиардов вот я всегда говорю извините не могу говорить и все блокирую телефон и не не отвечаю на вот на определенном на начальном этапе нужно это делать когда вы уже свою аудиторию нашли узнаваемость уже имеется до лучше от этого отказываться дальше книга напечатаны и книга электронные значит смотрите это две разных вещи причем книга напечатанная она может быть вообще любая то есть ценность контента при наличии напечатанной книги не так важно то есть вот любая напечатанная книга повышает ваш статус порнографические рассказы сборник любимых анекдотов вы собрали есть напечатанная книга все статус повышается а вот электронная книга она должна обладать ценностью потому что чтоб человек скачал вашу электронную книгу даже бесплатно а уж если там надо 100 рублей заплатить какие-нибудь тут тут вообще там ценность должна быть зашкаливающий и это должна быть очень четкая нишевая какая-то вещь да то есть я понимаю что например там букварь сценариста мой люди заплатят за него 100 рублей купят и скачают а скажем детективный роман мой уже скорее всего вряд ли вот но например запечатанный мой детективный роман люди с удовольствием купят и прочитают если увидят его в магазине электронный там цен короче так я сформулирую ценность электронной книги должна быть выше чем ценность бумажной книги это не очевидная вещь это мало кто знает вот людям наоборот кажется что электронную книгу же просто сделать да он закинул на ридерой и все вот она уже есть электронная книга но для того чтобы ее покупали для того чтобы ее читали она должна обладать действительно большой ценностью для того чтобы стать точкой касания а напечатанная книга да вот любая байки молодости собрали все уже она есть и уже она работает и работает как книга дальше следующее это консультации что касается консультаций хороший днем наверняка вы читали книгу тимоти ферриса про четырехдневную четырехчасовую рабочую неделю ребят кто читал тимоти ферриса четырехчасовую рабочую неделю да вот только пишет я только придя сюда поняла что хочу написать сценарий после в.п. пойду учиться в мастерскую да вот это так и работает именно так работает мне именно такие люди нужны которые не знали что они хотят учиться писать сценария придя сюда поняли что интересная тема если вы потом после этого станете сценаристом то я буду считать что моя задача относительно вас моя задача выполнена так если ценность комментариев становится ниже стоит ли все порядок подряд комментировать так я об этом и сказал и на я это и сказал на начальном этапе комментировать вообще влезть везде в любую до в любой дыре быть затычкой а вот потом когда вы уже имя примелькались да прежде чем у вас начали бить до нужно свою активность снизить и начать исчезать из до из вот этого публичного поля потому что слишком много шума вокруг человека она скорее работает в негатив так в начале да да не читали но хорошая книга и я бы так сказал что когда она появилась она обладала конечно большей ценностью чем сейчас потому что это я ее прочитал в 2000 в 2008 году финансовый кризис как раз начался тогда и тогда конечно это было очень ценная информация там организации делегирования там так далее сейчас понятно что литературы это очень много но на самом деле многие сегодняшние книги по саморазвитию они опираются именно на книгу тимоти ферриса и вот в числе прочего что он там рекомендовал он например реки рекомендовал сделать 50 бесплатных консультаций это отличный совет и я скажу так для тех людей которые продают консультации которые именно занимаются консультациями это хорошие правильная рекомендация сделать 50 бесплатных консультаций найти 50 человек на бесплатную консультацию совсем не сложно через соц сети можно объявить ребят бесплатной консультации давайте вот есть время тогда-то и тогда-то приходите вот такой-то такой-то запрос могу разобрать приходите сделаю я опять же на начальном этапе я это делал да я советую это делать только на начальном этапе я знаю людей которые у меня есть приятель который до сих пор продает через бесплатную консультацию понятно что там есть структура этой продающая структура этой бесплатной консультации вот но у него очень дорогой продукт у него продукт стоит там 300 тысяч рублей понятно что скажем там мастерскую я бы не стал продавать через бесплатную консультацию да то есть ему там надо в месяц там три продажи сделать да поэтому он может позволить себе там делать 10-15 бесплатных консультаций то есть мне если бы я продавал через бесплатную консультацию мастерскую да например если бы у меня была конверсия там один к трем да каждый третий бы покупку но у меня каждый первый покупал на самом деле но тем не менее 45 бесплатных консультаций там каждые три месяца проводить я бы с ума сошел на вот но если например вы именно консультации ведете тогда есть смысл это делать да это очень хорошая практика тоже я ну не скажу что я 50 все провел это мало кто сделал хотя я знаю людей которые там 100 консультации провели бесплатно вот но там консультации 30 наверное я провел бесплатно поэтому это хорошая школа да то есть вы учитесь и организовывать свое время вы учитесь общаться с людьми опять же вы учитесь держать структуру этой консультации учитесь рамки в рамках держаться консультации это хорошая хорошая тема да ну и это хороший опыт очень полезный но это соответственно да это точка касания то есть если вы хорошо сделаете консультацию этот человек может остаться с вами надолго вот но естественно опять же там отдельная большая тема как структурировать эту консультацию да то есть просто поговорить с человеком просто дать ему какие-то совет этого недостаточно да должна быть определенная структура да и соответственно там продающая консультация очень сильно отличается от диагностирующий консультации просто структура да у продающей консультации есть определенная структура она не очень сложная это порядка 20 вопросов после которой человек покупает чтобы там не было вот дальше следующая следующая вещь тоже из книги тимоти ферриса тоже я это делал это преподавание в университете и я честно говоря я не думал что это прям такая какая-то вещь такая сильная да я тогда как раз закончил в гиг заканчивал в гиг и я пришел к нашему декану и сказал что слушайте вот я хочу ну вот есть желание по преподавать дайте мне возможность провести какой-нибудь мастер-класс и она мне сказала что давай вот этот самый у нас вот второкурсники есть прочитай им авторский курс о интернет-сериалах тогда как раз начался вот этот тренд на интер интернет-сериалы бы интересная тема я говорю интересно разбираюсь очень хорошо в ней там как раз наш издательский дом запускал эти первые интернет-сериалы сделаны сделали тогда канал rush.ru и там был сериал университет один из первых или университет по-моему назывался один из первых интернет-сериалов вот и соответственно вот я в гиге прочитал курс сколько там четыре занятия у меня было там месяц я читал курс студентам им очень понравилось и мне было интересно да и это погоны навсегда то есть дальше да я преподавал в гиге . вот и если у вас есть там хорошие связи в вашем вузе в котором вы преподаете до прийти к знакомым преподавателям сказать ребята можно мастер-класс провести какой-нибудь чаще всего люди не отказываются от этого и естественно мне за это даже заплатили что-то там какие-то 5000 рублей да может вам даже заплатить за это но по большому счету можно и бесплатно согласиться поэтому вот папа преподавайте в университете дальше следующее это выступать на конференциях здесь вообще все просто да ну у нас например в нашем деле в сценарном единственная конференция это наша которую я делаю сценарная конференция я ее каждый год в сентябре в начале октября провожу в этом году мы ее восьмой раз восьмой по моему раз провели уже мы я царь николай одиннадцатый провел вот и соответственно других сценарных конференций нет есть только одна моя вот как ни странно даже попыток не было провести одно время гена иванов сделал конференцию психология для сценаристов но один раз попробовал и все на свете проклял и больше и больше с этим не связывался вот соответственно там смотря какая у вас тема чем вы занимаетесь по и погуглите поищите есть ли какие-то конференции вашей нише и вот смотрите я организовываю конференцию например там за месяц до конференции я пишу что типа ребята вот тогда тогда то пройдет конфа у нас все как обычно да типа хотите присутствовать напишите пост сделайте репост и так далее так далее да то есть информация конференции начинает распространяться вот и дальше я начинаю эту конференцию собирать то есть я смотрю и думаю ага кто кого я хочу там видеть какие темы я хочу там поднять и иногда я исхожу из людей да то есть я вижу какого-то человека я ему говорю так слушай ким белов на ты расскажешь мне про адаптацию но вот и ким белов приходит рассказывать мне про адаптацию или там кто-то рассказывает там лянка грыл расскажи как актерские техники какие-нибудь там использовать в сценарном мастерстве вот да то есть я беру человека и придумываю какую-то тему ему предлагаю бывает так что я предлагаю тема человека мне чуть не очень не резонирует а давай я лучше про это расскажу я говорю о классно а вот и очень часто люди мне сами начинают писать такое было несколько раз например вот человек там мне написал по драматургии комиксов хороший даров очень хорошее выступление было прям замечательный сам написал сказал бы слушайте вот я вижу вы конфу проводите а давайте я вам про драматургии комиксов расскажу я ваще отлично супер вот и я не против совершенно да чтоб вы там сказали допустим что я из такой компании вот сайт нашей компании я там делаю то 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 заходите приходите вот соответственно человек получил свои свое внимание к себе да на целевую аудиторию да то есть это аудитория сценаристов очень прям такая хорошая теплая да у нас очень домашняя атмосфера всегда там мы сидим чаек потягиваем да то есть это поскольку онлайн конференция а вот то очень такое очень уютное домашнее какое-то настроение соответственно найдите конференции которые ваши нише смотрите когда происходят конференции эти и за месяц организаторы конференции начинают судорожно искать людей выступающих вот и можно просто предлагать людям что типа давайте я у вас выступлю румянцев дима румянцев когда который делает суровый питерские с мм он прям просто у них много спикеров всегда он просто делает объявление ребята вот там табличка для спикеров до которую надо заполнить кто хочет участвовать присылайте мы будем смотреть отбирать вот единственное что бывают коммерческие конференции вот к этому надо надо быть осторожней то есть если например вы предлагаетесь на конференцию вам говорят участие в конференции платные стоит там 10 тысяч рублей например в этом случае я бы но надо смотреть отдельно в каждом случае да но очень часто бывает что эту конференцию именно вы для этих ваших 10 тысяч рублей проводят я вот и соответственно вы главный объект этой конференции они люди которые слушают вот и чаще всего там какая-то либо нагнанная рекламная аудитория либо там боты вообще и тут надо очень-очень осторожно это и есть такое дело там одно время в инстаграме прям толпами проводили такие марафоны да и со спикеров брали деньги на за участие в марафонах кто-нибудь из вас участвовал в таких марафонах напишите напишите в чате участвовал то есть толк какой-то но у нас таких нет я просто видел что там после мне постоянно кто-нибудь пишет там девочки какие-то я помощница продюсера такого то мы проводим марафон там не знаю же на раскрытие женских чакр они веером просто рассылают типа хотите участвовать у нас теплая женская аудитория там стоимость участия там 30 тысяч рублей вот я естественно не отвечаю на такие сообщения и мне кажется что это не очень эффективно да и я видел там отзывы участников таких конференций и они говорят люди потом 7 человек пришло там аудитории не бессмысленно так светлана спрашивает когда вы говорите о напечатанной книге то вы имеете ввиду книгу которая продается в магазине или в интернет-магазине хорошие вопросы он правильный на самом деле да то есть я понимаю что вы имеете ввиду да вы имеете ввиду изданное через сам издат до через рида ра условно говоря или изданное в издательстве на самом деле если бы вы задали мне этот вопрос лет пять назад я бы сказал что конечно лучше издаваться в издательстве да и я у меня я работал с издательством xmo много лет и создательством весь который издавал мои мотивационные книги а вот и естественно издательство крупное издательство когда который издает вашу книгу да во первых она все берет на себя до верстку оформление маркетинг там и так далее главное ставит книгу на полку да то есть в любой магазин ты приезжаешь я приезжаю в нижний новгород там стоит мои книги приезжай в лондон там стоит мои книги на полке до ридера естественно так не делает и плюс вам надо там оформлять это все там модерацию проходить и так далее да то есть очень много там своей работы но сейчас и ридера тоже запустили такие сервисы которые магазины там вы платите сначала первые там два экземпляра проданы про пробные оплачиваете а если они продаются дальше магазин сам начинает заказывать оплачивать и уже без вас это все идет вот у меня читай город и что-то еще и книжный магазин москва по мне несколько магазинов заказывают несколько моих книг писатели деньги еще что-то там очень хорошо идет вот то есть они это тоже сейчас делают то есть они заказывают книгу изданную через сам издат и ставит ее на полку то есть тоже они тоже сейчас это уже делают поэтому я люблю сам издат и я до сих пор продолжаю да то есть уже после того как у меня куча книг издана в что называется в больших настоящих издательствах вот я прямо сейчас пишу книгу которую я собираю заметки о сценарном мастерстве пишу таки в духе розаново такие маленькие отрывки вот я понимаю что это никогда не будет никакой эксмо никогда это не издаст я буду издавать через сам издат через вот где-то через пару месяцев закончу вторую книгу уже закончу заметок и сценарном мастерстве на вот и мне совершенно я не не считаю что это мой статус упадет если я через сам издат и издан книгу так приглашали но нет вот и им напишет не целевая аудитория на таких марафонах не эффективно вот мне кажется что во первых там аудитории чаще всего нагнанная гивами и такая не не очень разогретая да вот мария пишет люди устали от таких марафонов когда пришла в инсту сходил участниками на парочку было интересно и полезно да и там выступление чаще всего продающие и люди от этого очень сильно вымораживаются поэтому ищите ищите хорошую специализированную аудиторию дальше следующее постараюсь ускориться потому что все равно как бы хочется хочется чтобы вы четче поняли о чем я говорю выступление на конференциях дальше писать статьи и публиковаться тоже здесь желательно специализированных изданиях то есть условно говоря если вы психолог то статья в журнале по психологии это лучше нежели статья в журнале семь дней вот честно это странно звучит потому что я печатался и там и там и специализированные издания работает гораздо лучше так предисловие к чужим книгам и отзывы на чужие книги отзыв на чужую книгу что это такое да то есть например выходит книга кого кого-нибудь какого-нибудь сида филда выходит книга по сценарному мастерству и меня издательство спрашивает александра можете вы написать отзыв на эту книгу я прям специально им говорю что ребят я всегда дам отзыв на любую вашу книгу обращайтесь по сценарному мастерству вот и они охотно ко мне обращались и в итоге на обложке сида филда изданные к смо на обратной стороне мой отзыв до выходит книга по уилла стора по старителлингу соответственно они издательство обращается ко мне просит дать рекомендацию какую-то просит написать отзыв на эту книгу а я ее читал еще на английском языке еще до того как она у нас вышла в лондоне купил и соответственно да я даю отзыв и мой отзыв на этой книге на обложке любой кто читает эту книгу такой типа кто такой молчанов почему он дает отзыв на обложке книги уилла стора или сида филда предисловие тоже мне случалось писать книги к специализированным изданием там в нашей теме дальше участие в телепрограммах здесь смотрите надо очень осторожно но условно говорят когда тут-то ларсон зовет меня в программу на сервисе а медиатека о сериалах я откликаюсь я иду охотно а например когда меня позвали в программу пусть говорят на первый канал до программу посвященную каким-то скандалом связанным с питерскими бизнес тренерами я отказался да потому что надо очень разборчиво да то есть в каком контексте вы хотите появиться в контексте профессионального разговора о сериалах я готов появиться в контексте скандалов связанных с бизнес тренерами я появиться точно не готов а вот я от таких программ конечно надо отказываться то есть нельзя не любая реклама хороша то есть есть реклама такая которая наносит очень большой вред дальше интервью даете и берете здесь все просто да то есть тоже надо смотреть если ну смотреть опять же надо какой сми предлагает дать интервью например там есть некоторые сми от которых скажем я брал свое время и у меня брали интервью для онлайн издания медуза вот и то что вышло после этого текст который там вышел до после этого я принял решение с этим зданием больше никогда дел не иметь соответственно да там все было вообще все было переврано да то есть просто там это фразы были вырваны то есть это было просто не мое интервью вот абсолютно непрофессионально и это есть и это еще и не согласовано было со мной после этого ну как бы мне все ясно стало с этим сми а вот брать интервью то же самое даже сми не нужно для того чтобы брать интервью да то есть я там понимаю что вы скажете там вот и там сейчас для комсомолки берешь интервью да ты там подкаст ведешь там столько лет ребят все это началось вот мне сейчас facebook запрещенная соцсеть показывает что было 10 лет назад каждый день да и вот как раз 10 лет назад я начал брать интервью у сценаристов как раз перед новым годом да я просто посылал им вопросы да то есть у меня вообще ничего не было кроме вот этой странице в фейсбуке где было 500 подписчиков вот и мне люди отвечали на эти вопросы эти интервью сейчас до сих пор интересно читать я тут некоторые в группе и у себя на странице перепущего они действительно до сих пор интересно вот то есть если есть желание это делать дату вам никакой сми не нужен для этого только меня не я понимаю что это как бы я подставляюсь и тут же сейчас 10 человек скажет александр дайте мне интервью для моего блога 17 подписчиками но это лишний нетвокинг вот но в целом да как бы это можно делать дальше радио радио программы ходить на радио до радио это очень очень хорошая очень личная тема радио лучше чем телевидение как ни странно вот я люблю радио там есть программы которые я очень люблю не буду говорить какие да но тем не менее и я до сих пор сейчас слушаю радио программы которые выходили там не знаю 10 лет назад какие мне очень радую могу сказать на самом деле большой как секрета большого нет просто сейчас все люди как-то слышат там фамилию какую-то а это ты на агент предатель там и так далее так далее а это там путинские запутинский запутинец да и у людей головы взрываются и как бы и все и с ними больше не о чем говорить на вот я очень люблю программу аэростат гребенщикова и она прям и она она сейчас слушается отлично я слушаю все программы подряд во время пробежек сейчас я дошел где-то там до 450 программы можете себе представить это год заняло примерно и я хочу все все прослушать они мне прям реально нравится мне нравятся старые программы троицкого фм достоевский мне нравится я все выпуски прослушал горохов и фил горохов мус просвет программа вот есть хорошие по психологии есть очень хорошие программы вот поэтому радио это прям отличная тема то есть аудитория радио не очень большая не такая большая как у телевидения но если есть возможность появляться на радио в качестве либо ведущего программы либо в качестве гостей я рекомендую это делать я много лет работал на радио в вологде брал интервью на русском радио города со всякими звездами которые к нам приезжали вот может вернуть еще когда-нибудь дальше чужие подкасты ну свой подкаст прикольно иметь я вам про это говорил ну и ходить на на чужие подкасты ходить я тоже с удовольствием хожу когда приглашают даже здесь даже ну не то что интересует какой-то большой охват да то есть если есть хороший интересный ведущий с которым интересно поговорить то я соглашаюсь вот и хороший разговор это это прикольно если called аудитория какая-то при прилагайте ту это тоже классно и аудитория тоже интересно то что у подкастов более теплая аудитория чем увидел то есть это лучший легенд при меньших охватах и пока я вел регулярно подкаст до ежедневно мне постоянно люди приходили подходили мы слушаем ваш подкаст мы слушаем ваш подкаст мы знаем ваш подкаст мы любим ваш подкаст Поэтому вот сейчас просто сил на все не хватает. Я сейчас веду только этот самый подкаст наш с Комсомолкой. И вот то, что мы сейчас с вами делаем, я тоже в подкаст выкладываю. И это тоже слушают. Дальше. Наружная реклама. Что здесь, я так скажу, здесь надо посмотреть, что с законодательством. Оно просто в разных регионах разное. И есть регионы, в которых это можно делать. Наклейки. Делать наклейки и наклеивать с рекламой. Сейчас в Москве, насколько известно, сейчас очень жестко с этим. И это уже делать нельзя. Поэтому здесь чисто региональная история. То есть надо смотреть, какое у вас законодательство. Может быть где-то там в определенных местах только можно размещать эту наружную рекламу. Я делал в свое время наклейки с рекламой мастерской. И наклеивал в разных местах, где это можно было. Тоже прикольно. То есть люди это видят, замечают и очень реагируют. Еще прикольная штука партизанский маркетинг. Тоже здесь надо смотреть, потому что можно нарваться. Но, например, я делал такие вещи. Я размещал свою визитку. Размещал. Ну, я как закладку закладывал свою визитку в книгах в букинистическом отделе. В книгах по сценарному мастерству. Это часто делать нельзя. Тоже можно нарваться на это. То есть, если, например, это в книжном магазине вы делаете. И если вы это сделаете в новую книгу, это будет плохо смотреться. Понятно, что это такая партизанская акция. А если это в подержанную книгу, то это работает. Типа как бы у человека тут была закладка, и вот он ее забыл здесь. И прям реально там, типа, мне писали люди. Вот, типа, купил книгу, нашел вашу закладку. Типа там, вот, там, что-то там дальше. Как-то мы переписка какой-то вступали. Это очень забавно. Но можно подумать еще. То есть, это не обязательно. Единственное действие, именно партизанские какие-то действия. Рекламные. Которые можно делать. Но тут тоже сразу оговорюсь, не нарушайте законодательство. Дальше. Чужой маркетинг. Очень прикольно в свое время Коля Картозия, который запускал рекламу телеканала «Пятница». Я сейчас дословно не помню. Я пытался гуглить, не мог найти тексты. Там была какая-то реклама, которая размещалась по всей Москве. Наружная реклама. И Коля размещал рядом плакаты с отсылкой к этой рекламе. Вот я не текст. У него было что-то там «Пятница убивает субботу». Там что-то такое. Вот я, к сожалению, не давно уже было. Тоже лет 8 назад. Я не смог вспомнить. Но вот может быть такая история. То есть, есть какой-то плакат с чужой рекламой. И вы туда на этот плакат вешаете свою наклейку. Опять же, могут по голове настучать. Но тем не менее, если вы достаточно отважны, это можно делать. Дальше. Партнерский маркетинг. Что это такое? Это взаимопиар. То есть, вы с близкими аудиториями. Если вы не пересекаетесь конкретно по продуктам, можно договориться о взаимном пиаре. Вы меня рекламируете, я вас рекламирую. Дальше. Собирать отзывы, естественно. Отзыв – это инструмент. У нас, я не знаю, там, по-моему, уже под тысячу отзывов. У нас есть сайт отзыва «Мастерская», где мы собираем все отзывы. И все в одном месте. И периодически тоже мы эти отзывы по нашим соцсетям раскидываем. Дальше. История, которую вы рассказываете о себе. Это может быть длинная история, которую вы про себя рассказываете. Может быть, разовая история, в которой вы приходите на какое-нибудь мероприятие и про себя рассказываете историю. У меня был коллега, может быть, вы его слышали о его, про него, его зовут Олег Кашин. В свое время он сейчас, как это, что называется, эмигрант, иноагент, и так далее, живет в Лондоне. А в свое время мы с ним познакомились еще в ЖЖ. У него было 200 друзей. И я его печатал, первые его колонки какие-то печатал в журнале «Крокодил». И мы там какое-то время общались. И даже поддруживали, можно так сказать. И вот Олег время от времени делал такую штуку. Он писал, он как-то это называл «долгая история». Он садился вечером и писал серию постов, в которой описывал какие-то перипетии жизненные, связанные с тем или иным событием. Условно говоря, его уволили из очередной какой-нибудь газеты или журнала. Он садился и описывал, как он устраивался на эту газету, в эту газету, что там происходило. И он писал просто серию постов. Не один пост, а писал один пост, 2000 знаков. И писал, я продолжу. И публиковал. И народ собирался. То есть это была фактически такая трансляция. И это вот очень классно. Именно такая серия постов, объединенная одной историей. Тоже это можно делать. Рассказывать. И это не обучающая история, как вы понимаете. А это была именно жизненная история, которую всем было интересно прочитать. Дальше. Крутые ивенты, в которых вы участвуете или организовываете. Например, мы делали в свое время в Театре ДОК, делали фестиваль кино без пленки. Да, это было крутое событие, которое мы делали, ну не скажу, что с нулевым бюджетом. Но типа там у нас один человек получал зарплату. Это осветитель. Все остальные работали бесплатно. Плюс мы еще покупали сушки и воду, чтобы между занятиями, между читками люди могли пить. Но потом у нас родился ребенок. И мы с Ириной, с женой с моей это делали. И, к сожалению, мы уже не могли этим заниматься. Но вот был легендарный фестиваль кино без пленки. Три года мы его делали. И большое эхо было этого фестиваля. До этого никто не делал сценарные читки. Никто не ставил сценарий на сцене. И после этого там волна пошла прям этих сценарных читок и постановок на сцене киношных текстов. Дальше. Вы рядом с другими знаменитостями. То есть любое появление в вас с любой знаменитостью. То есть надо тоже, конечно, смотреть, что за знаменитость. То есть условно говоря, я понимаю, что я тут писал пост про Зиновьева. А мы организовывали, Александр Зиновьев, философ, тут его что-то трепали, неважно по какому поводу. И тексты его знаю очень хорошо. И мы лично были знакомы. Мы организовывали его выставку, его карикатур, рисунков его. Я нашел старое фото, где мы с ним сидим в президиуме этой выставки. И мне кто-то в комментариях написал, что нифига себе, Зиновьев тут сидит. И я понимаю, что если я выставлю свою фотографию, не знаю даже с кем, с актером, с каким-нибудь, который для Первого канала, их огромное число, с какой-нибудь звездой НТВ или Первого канала, я сфотографируюсь, это такого эффекта не произведет. Но, тем не менее, появление рядом со знаменитостью, знаменитость, которая вас рекламирует, это всегда работает очень хорошо. Дальше. Победа в конкурсах. Желательно отслеживать все специализированные конкурсы, которые у вас есть, и желательно в них выигрывать. Я в свое время выиграл во всех драматургических конкурсах. Создание своего конкурса. Ну, вот я говорил вам, да, мы сделали фестиваль «Кино без пленки». Там был конкурс, там, 300 этих самых, 300-400 участников каждый год было. Понятно, что для них это тоже некое дополнительное касание, и мы для них становились тем самым, ну, неким авторитетом. Да, то есть, если я организовываю конкурс, и вы присылаете мне сценарий на конкурс, да, соответственно, наши с вами отношения, это немножко другие, нежели просто отношения незнакомых людей. Да, отношения устанавливаются. Дальше. А, да, вот, кстати, мы два года назад делали проект «Дисциплина» в Новосибирском театре «Старый дом». И вот то же самое, да, тоже у нас был конкурс, и там было большое количество участников. Законодательная инициатива. Есть эти «Change Org» и так далее, да. Я, например, делал законодательную инициативу о введении роялти для сценаристов. Ничего мы не набрали, но, тем не менее, да, вот, хотя бы, хотя бы я тему эту поднял лишний раз. Тут даже не столько PR был важен, а столько, чтобы мне, ну, тему эту, тему роялти держать в информационном поле. Дальше. Благотворительность, участие в благотворительности. Тоже здесь самые разные варианты могут быть. Создание вирусного ролика на Ютубе. Это не именно не обучающий ролик, а вирусный ролик, который будет вируситься. Документы. У меня анекдоты вирусились хорошо. Тут, когда вообще летом была тоска, весной и летом, прям совсем было тоскливо. Я сидел и записывал, помните, ну, что-то видел в шорс. Из-за того, что я вот, ну, снимал вертикально с телефона, там прям было видно, я не молодой уже человек, было видно мешки под глазами. Вот, и я надевал чёрные очки, чтобы это не так, это самое, не так своей физиономией светить. Вот, и это дико бесило людей. Вот, а я же ещё очки из-за того, что я подглядываю текст анекдоты. Я не могу его запомнить, даже если он короткий. Вот, и я читал эти анекдоты. И у меня были там сумасшедшие совершенно вирусные ролики, которые там под несколько сотен тысяч набирали. У меня никогда обучающие видео столько не набирали. Вот, но это очень сложно отследить. Я, мне кажется, что это вот тот самый случай, когда лишняя аудитория, да, не целевая приходит, и потом она никак не конвертится. И я это дело прекратил. Но в целом, вот, может быть, может быть такая история, да. То есть, если найти какую-то тему, которая в вашей нише завирусится, очень хорошо работает. Дальше. Документальный фильм про себя. Снять документальный фильм про себя есть. Я говорить не буду, кто я не снимал, но я знаю людей, которые снимали документальный фильм про себя. Блогеры. Вот. Статьи про себя. У меня были... Про меня несколько раз писали. В журнале, в газете, этот самый... В газете Союза кинематографистов, например, большая статья обо мне была, о нашей сценарной мастерской. В коммерсанте была статья про кино без пленки. Ну, вот, несколько раз так писали про меня, да. То есть, это тоже очень приятно, когда не интервью, а именно о вас пишут какую-то статью. Ну, и попасть на обложку журнала или газеты. Это прям топчик. Ну, я был на обложке журнала, журналист, например. Вот действия, основной обзор действий. Большой сегодня урок получился. Но и тема достаточно объемная. Я думаю, что вы уже там подустали. Задание вам на неделю провести ревизию своих действий. Что из этого вы уже делаете, а что еще не делаете. И, соответственно, можете это делать в будущем. Насколько понятна сегодняшняя тема, то, что я вам рассказал. И если все понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задавайте ваши вопросы. Как заранее знать, что вирусица будет тестировать? Ну, конечно же, тестировать. То есть, ну, делать. Для того, чтобы у меня там завирусилось несколько видео, я записывал и выкладывал 8 видео в день. Можете себе представить? 8 коротких видео в день выкладывались. То есть, естественно, я садился и за один раз 120 видео записывал. И потом они выкладывались и выходили каждые 3 часа. И, соответственно, из них там несколько видео набрали больше сотни тысяч просмотров. Какие-то видео набрали 30-40 тысяч. И там большое количество видео, штук 100, набрали больше 5 тысяч. То есть, вот они завирусились. Начали люди их каким-то образом репостить. Так, провести ревизию. Ну и, конечно, для чего мы это делаем? Начинайте делать, вперед. Так, окей. Все. По рекламе в основном мы закончили. Еще на следующем занятии мы еще поговорим с вами о провокативном маркетинге. И там очень забавно. Забавные варианты могут быть с этим провокативным маркетингом. У меня был случай, когда как раз-таки я провел вебинар. Тоже был открытый вебинар о провокативном маркетинге. И после этого у меня был закрытый мастер-майнд, в котором мы с коллегами обсуждали наши какие-то инфобизнесовые дела. И я заканчиваю вебинар и забываю выключить трансляцию. То есть я остаюсь в эфире. И перехожу из-за того, что просто торопился. Не закрыл трансляцию, а свернул ее просто. И по ссылке зашел на другую трансляцию. И мы начали обсуждать наши какие-то дела. Причем я рассказывал какие-то секретные вещи. Цифры называл и так далее. А люди, которые на эфире, представьте, что вы сидите здесь на эфире. Я начинаю следующий вебинар. Начинаю с кем-то что-то обсуждать. Народ это слушал. Это был такой скандал, сенсация. Но дело в том, что я в эфире и за эфиром точно такой же. То есть я что в эфире говорю, я то же самое и за эфиром говорю. И поэтому это сыграло очень сильно мне в плюс. То есть люди увидели, что я в эфире вот это говорю. И я за эфиром говорю то же самое. А если бы, например, я в эфире был такой сюси-пуси-муси-пуси. А вышел за эфир и что-нибудь начал бы обсирать кого-нибудь. Естественно, сразу посмотрели бы и сказали. Ну все с тобой, Молчанов, ясно. Ты двуличный. Поэтому не у всех вот этот провокативный маркетинг, он не у всех работает. Мне потом люди писали, вы нарочно это сделали. Я говорю, нет, не нарочно. Просто повезло. Поэтому... Окей, да, все понятно. А работать-то когда? Так это и есть работа. Это и есть главная работа. Анастасия, с днем рождения. Поздравляю. Желаю вам удачи и вдохновения. Так, вы все купили Галина Смирнова? Вы купили ВП? Вы уже, наконец, купили ВП? 9,5 тысяч, наверное, уж найдете. Анастасия Бархатова, Фарида Насырова. Купили ВП? Все купили? Так, у меня в Reels в Фейсбуке выстреливают некоторые по более 5000. Да, кстати говоря, вот Reels очень хорошо работают. Так, есть, друзья. Все. Лучше молча, но вот только молча. Все, увидимся на следующей неделе в следующий этот самый, в следующий понедельник. Пока-пока.